Здравствуйте, друзья! Сегодня 19 декабря 2021 года. Мы сейчас находимся в лесочке. Смотрите, видите, здесь вот вода стоит. И вот такие находки сегодня первые. Это зимний опенок фламулина, фламулина бархатистоножковая. Смотрите, удивительно, что есть молоденькие грибочки, а есть постарше. Так вот, вот они, смотрите. К примеру, смотрите, какой он грязный. У меня такое ощущение, может быть, оно ошибочное, что неужели здесь стояла вода вот в этот уровень. Ну, просто тогда тут было катастрофически много. Когда вода ушла, предполагаю я так, да, то вот вылезли еще грибочки. Более молодые такие вот. Конечно же, мы их соберем. Фламулина бархатистоножковая, как вы знаете, это один из самых лечебных грибов. Некоторые его вносят вообще в топ-5, ну, может быть, в топ-10 он точно-то входит. Оказывает такие вот, нет, это старые, оказывает очень хорошие эффекты для профилактики возникновения рака. Против онкологии, в общем, борется. Вот. Так, а здесь давайте пройдем. Вон, вижу, вижу. И еще должен, друзья, с вами поделиться. Значит, будет, ну, сколько уже, два с половиной года назад, да, создал я этот канал. Наверное, в первую очередь для себя, для того, чтобы у меня что-то оставалось на память. Ну, дело вот как бы пошло. И, в принципе, я так думаю, что кому-то он стал интересен. Это, конечно, очень радует. Но в то же время, изначально, вообще, я думал, что главное будет его направление, это путешествие. Так уж получилось, что большинство людей, которым интересен мой канал, это все-таки грибная тема. И видео с путешествиями практически сейчас на нуле. В общем, очень долго я по этому поводу переживал, размышлял, что делать, как быть. Потому что, когда человек смотрит только лишь грибную тему, да, то мои путешествующие сюжеты, они оказываются, как бы, в самом низу рейтинга алгоритма ютуба так работает, что просто-напросто они падают ниже плинтуса. В общем, решил я постепенно путешествующее видео с канала вывести и оставить его только грибным в итоге. Может быть, это через год произойдет. Может быть, и больше потребуется времени, не знаю. Вот такое шикарное дерево с фламмулиной попалось. Я продолжу извинять эту тему, которая для меня очень важна. Только единственное видео выйдет еще о путешествиях на этом канале через пару дней. Это будет об острове Кикова. Даже мне самому, хотя я очень к своим видео отношусь критически, но даже мне оно понравилось. Вот. Там будет ссылка на новый канал. Также ссылка на новый канал есть на главной странице моего канала. Там он называется «Алексей. Интересные путешествия». Те, кому интересна, друзья, эта тема, конечно же, я вас приглашаю подписаться там, смотреть, помогать мне. Развить новый канал – это очень сложно. Я вспоминаю, сколько трудностей мне пришлось с этим каналом пережить. Катастрофически много времени на это уходит, но другого пути я не вижу. Вот так вот. Здесь мы точно пособираем. Тут прям хорошая есть фламмулинка. Смотрите, этот трутовичок. Ну, я на 99% уверен, что это именно он. Это трометис разноцветный. Гриб очень полезный. Его высушивают. Потом можно даже, ну, измельчить. И даже вплоть до того, что так употреблять пищу по чуть-чуть, можно заваривать там. Но, вот как мне кажется, да, уже человек не молодой. И, наверное, большинство моих зрителей тоже уже люди не юные. Говорят, что он очень полезен при артрите и при заболевании, и как профилактика. Но я думаю, что мне уже тоже совершенно не помешает, чтобы он помог моему организму. Уставшая вешенка попалась. А вот здесь вот, по-моему, очень красивый кустик. Фламки, фламмулины. И вы помните, что фламмулина с латинского переводится как огонек. Вот действительно она, смотрите, как красиво горит нам огоньком таким. И вот под эту красоту я хочу передать привет очередной свой традиционный одному из постоянных зрителей. И сегодня это Наталья Ушакова из Украины, из города Кривой Рог. Наталья, большое спасибо вам за ваше внимание, счастья, здоровья вам. И, конечно, полных корзин. Ну вот, сегодня, наконец-то, похоже, мы хоть пособираем эти самые фламмулины. Знаете, очень уже много было у людей сборов со Ставропольского края. Мне прям, как бы, и присылали люди, делились. Прям очень хорошие были урожаи. К северу от Краснодара собирают, северо-восточные районы Кубани. А у меня вот как-то все не получалось. И вот, наконец, она пришла и в наши края. И надо сказать, как я всегда говорю, для местных кубанских грибников, где мы сегодня собираем грибы. Это Горячий Ключевской район вдоль русла реки Псекупс. Сейчас должны еще идти и аурикулярии уховидные, ну или в простонародье уши, иудинные уши. И вот, когда этот грибочек один-единственный за сегодня супруга нашла, она прям аж закричала от радости, потому что ей очень нравится. Видите, начинают вот эти вот расти. Ну вот это ушко прям хорошее. И вот мы заберем. Вот оно. Вот оно. Вот, смотрите, еще и вешенка здесь же. Так, ну ладно, это нам-то, наверное, сегодня важнее все-таки фламмулина. Вот оно. Вон какой кустик. Конечно, не весь он в корзину пойдет, но что-то тут мы возьмем. Вот такая фламмулинка прямо над водой. Ну хорошо, что сапоги у нас есть, тут не так глубоко. Поэтому, конечно же, такую красоту-то уж точно мы соберем. И вон, малыши, пошли-пошли-пошли туда. Таких, конечно, оставим. Друзья, ну и вот такой сегодняшний скромный итог. Немножко трометиса взяли. Ухо аурикулярия. И вот зимний опенок фламмулина. Фламмулина бархатистоножковая. Конечно, перебрать ее, перемыть, еще та задача. Но свой груз не тянет никогда, так ведь? А вам, друзья, конечно же, полных корзин всегда. Счастья, здоровья, мира и добра. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok